итак давненько тоже уже был запрос на подобного рода видосик в котором вы сегодня не будете видеть меня зато будете видеть то как здесь все будет происходить смотрите сегодня мы с вами моем колья и что нам для этого понадобится как вы видите у нас комплект ёршиков любое абсолютно средства для мытья посуды в моем случае вот такая херня есть на раковине поэтому будем мыть ей и штука которая обязательно не обязательно это пароочиститель немножко позже я вам покажу зачем он нужен нас тут ой насадочка санитайзинг будем все обрабатывать очищать чтобы колен у нас не цвел и не пах нашли одну штуку и шланг для того чтобы его тоже помыть это тоже штука которую нужно периодически прочищать и так что нам для начала нужно сделать с коленом нам нужно его разобрать то есть вот как бы вот в таком состоянии он стоит уже два дня потому что мне лень его мыть вот и сегодня гораздо выходной когда можно и вам видосик запилить и коленчики свои вымыть скидываем табак вставляем чашу здесь потому что она тоже у нас с вами будет сегодня мыться и никуда абсолютно не торопясь поднять раскручиваем кольян с него может сыпаться пепел для чего это делается для того чтобы мы с вами могли все резьбовые соединения тоже очень тщательно вычистить потому как это очень и очень важно именно там у нас забивается большинство грязи которую как правило никто никогда не чистит из-за этого надо было сперва снять основание а потом все скручивать из-за этого многие говорят типа вот я не чувствую вкуса так ты просто я чувствую посторонний вкус какой-то вот надо просто кальян разбирание не знаю что мне верхняя часть под блюдечником почему-то не разбирается не раскручивается там очень сильно закусилась резьба и сейчас я не буду ничего предпринимать для того чтобы ее снять потому что не время еще одна штука которую стоит делать обязательно да кстати ребят по звуку в этом видео будет вот так потому что микрофон не захотел синхрониться поддеваем уплотнитель ложкой если он у вас прилип сильно и снимаем его что его тоже надо будет обдать из пароочистителя но можно в целом и замочить в кипяточке чтобы у нас вся водичка вся водичка весь запах горячей водой из него вымыла кстати если кто знает как вот такие соединения можно раскрутить так чтобы ничего не разъебать про резиновые перчатки знаю пробовал не получилось про морозилку тоже знаю но он вряд ли залезет в морозилку напишите обязательно пожалуйста так вода выливаем ее у нас помимо основной шелухи еще в краях вот здесь очень много как вы видите забито всякой дряни поэтому мы что делаем споласкиваем просто от чепухи просто споласкиваем кубок и вот здесь у нас уже начинает виднеться вот это вот хуйня она собирается здесь от покуров и если у тебя обычная колба капля то можно вымыть как бы простым ёршиком для колбы в этом случае случае этой колбы ребят те кто анонирует на них и говорит что они лучшие нет ребят они не лучшие их очень неудобно мыть максимально неудобно поэтому лучше не стоит их покупать если вы не хотите заморачиваться с мойкой включайте смотрите включайте горячую воду пойдет кипяточек и вот как только она начинает становиться горячей вот так снаружи отдайте колбу если особенно у вас капелька или крафтовая колба где не толстое стекло потому что если вы ее предварительно вот так не прогреете у вас она нахуй лопнет и заливаем нашу колбу со средством горячей водой ненадолго оставляем чтобы пена у нас осела и приступаем собственно говоря к вот этому действу ай блять горячо берем ершик он у меня как видите пострадал немножко и сейчас будет лететь во все стороны чепуха но ничего страшного мы ее мы мы берем обычное средство для мытья посуды наносим на ершик ну и как бы вот весь секрет мытья кальяна и очень хорошо самое главное все резьбовые соединения проходить из по ним вот так и будет кальяна как бы это самый простой способ и вот на этом этапе можно уже просто поработать как бы ершиком и оставить кальян в покое но у нас же здесь не просто так засветился пара очиститель сейчас я все это дело ершом прочищу а видите какой грязный вот так вот собирается всякая чепуха за неделю в кальяне хотя при учете как я его курю это в целом не удивительно ершик просто черный короче ершу пришел пиздец он больше выпадает чем чистый к сожалению мы возьмем маленький будем дальше пидорить маленьким по диаметрам в принципе для вы за подходит 30 как бы остается тем же самым ну достаточно просто как видите если у вас есть вот такие закругленные моменты то маленькие ершики здесь как раз таки будут прям топчиком и теперь одну секундочку так мы с вами еще немножечко пройдемся по шахте ершиком будем приступать к пароочистителю я вам покажу и расскажу как он работает и зачем он нужен короче блять заебись ваня мать пир помыл блять теперь ваня придется из-за мать пира покупать новый ершик так за это мне мать пир его ободрал но здесь система я думаю уже смысла большого промывать ершиком нет потому что здесь толком ничего не скапливается теперь ребятки смотрите что нам нужно мы снимаем еще ему штучок берем наш шланг раскручиваем его но он нам понадобится чуть-чуть попозже сейчас пока что мы должны справиться с кальян здесь вам понадобится сухое полотенце потому что если вы в мокрую штучку какую-нибудь завернете металлическую детали пройдетесь по ней струей пара вам будет очень больно поверьте мне и так чуть перелил я водички пароочиститель но ничего страшного так где вам будет меня вот здесь наверно будет видно видно чашку да чашечку тоже можно взять и вот так обдаем ее паром чем от этого получаем у нас из чашечки вымывается абсолютно все что можно было вот с этим поиском конечно придется отдавать ближе на весь фокус вот с этим поиском придется конечно поработать подольше но как видите вот где проходились все хорошо отмываться на самом деле можно и мыть чашки но я бы не рекомендовал потому что они потом еще сильнее намного быстрее начинает забиваться поэтому не рекомендую ребят лучше всего просто помыть под краном и чтоб все было хорошо смотрите еще какая тема можно обойти тему с паром просто мыть под горячей водой под очень горячей водой из-под мы вам с губкой со всеми делами либо и вот так обязательно обязательно вокруг где сидит уплотнитель тоже обязательно надо либо промыть горячей водой и мы вам с губкой со всеми делами либо если же есть у вас пароочиститель обязательно вот так пройти потому что там скапливаются как правило все неприятные запахи всякой вот это вот чушня которая нам с вами не очень тоже не нравится и аккуратнее кстати после пара очистителя гибать какая она горячая с этим справились едем дальше мундштук тоже обязательно нужно прочищать также потому что через мундштук мы курим мы его во рту держим на нем оседает глицерин аромка что тоже не есть здорово мундштук вещь не вечная его тоже в идеале нужно менять хотя бы раз в год если у вас есть такая возможность то обязательно это делайте если у вас нет то как бы ну на нет ай блять ёб твою мать как горячо блять теперь надо клапан продувки продуть только сделать это максимально аккуратно и не обжечься короче мы все пароочистителем эффективно но больно имейте ввиду короче таким же макаром мы поступаем со всеми остальными деталями я вам говорил что шланг понадобится нам чуть позже я его а не вот отношу для чего же нужен он скидываем вот так один конец в раковину а вторым продуваем также пароочистителем именно так мы убираем большинство запахов которые в себя впитывает трубка как вы знаете это расходный материал силиконовую трубку желательно менять каждый раз ну типа раз в три месяца если вы курите каждый день вот если не каждый день там типа через день 3-2 раза в неделю вообще желательно раз в полгода ее менять при этом не забывать ее мыть и чистить таким образом мы убираем с вами большинство запахов которые туда впитываются после этого промываем обычной водой и нужно будет ее повесить чтобы из нее вытекла вся вода внутри которая там соберется от того что мы ее промывали в моем случае у меня есть две ручки над раковиной я вот так вот эту трубку вешаю у меня все это дело стекает пароочиститель нам больше не понадобится мы с вами постепенно переползаем к моменту колбы сейчас я здесь все промою смотрите после пароочистителя просто промываем все проточной водой и позже будем собирать остатками что есть пароочистители пока он еще окончательно не остыл не отрубился берем и продаваем уплотители потому что они тоже накапливают в себе запахи блять горячо хотя бы немного отдайте их паром жаром для того чтобы они хотя бы немножко отдали запаха который им не нужен все все остальное промываем проточной водой и переходим к колбе добрались до колбы у нас вроде бы как вода прозрачная и сильно не засраны но снизу сейчас я вам покажу давайте чуть ершиком ее промоем опять же если у вас обычная колба капля вам вот такого ершика хватит с головой даже если у вас крафтовая колба вы можете его чуть подогнуть и все у вас сработает все у вас будет замечательно самое главное помните моющее средство обычное самое для посуды которым вы пользуетесь вы же когда кушаете с тарелки вы же не думаете о том то что там ой там так много осталось я возможно отравлюсь здесь тоже остается немножко моющего средства в любом случае как и на любой посуде но это влияет ровно так же как когда вы кушаете так что не переживайте я уже много лет мою простыми средствами для мытья посуды кальян и ничего со мною не происходит аккуратно все в пене вымываем тщательно колбу от пены для того чтобы увидеть где у нас еще осталось загрязнение то есть стенки мы почистили хорошо на стенках загрязнения остаться в принципе не можно но нам надо посмотреть что с дном вычислилось ли дно и все его забитые штуки как мы помним на грани вот здесь фокус было загрязнение с горячей водой с моющим средством колба чуть-чуть постояла немножко мы ее напидорили ершиком и все у нас прошло хорошо если бы эти загрязнения не вымылись у нас с вами на этот случай был план б мы берем с вами стакашку с рисом или гречкой не важно что это будет насыпаете его в колбу наливаете чуть-чуть совсем воды буквально полсантиметра и вот так вот потряхиваете чтобы рис с гречкой катались по дну получается то что у нас гречка счищает весь мусор который у нас скопился на дне и собственно говоря потом мы его оттуда вымываем не забывайте только потом сразу прочистить раковину потому что если вы этого не сделаете у вас разбухнет там гречка и рис все забьется и будет страшно и неприятно вот эта штука к покупке она вот именно модель монстр вот эта она недорогая по сути стоит по-моему тысячи две или ну что-то да по-моему две тысячи рублей я его покупал он не особо то и дорогой то есть не особо наморочен и не особо дорогой для того чтобы помыть два-три кальяна и даже в принципе в уборке по дому он будет вам хорошо помогать и облегчать вам жизнь отличная штука на самом деле то есть помогает не только в кальянной теме но еще и в быту поэтому приобрести я бы все-таки вам ее рекомендовал потратить две тысячи рублей вот и будет у нас счастье будет чистый вкусно классный кальян все ребят спасибо вам за просмотр и как всегда по нашей старой доброй сложившейся традиции мы с вами увидимся в следующем видосе у нас было но да и но но Продолжение следует...